Здравствуй, Одесса! Сегодня мы начинаем новый формат программ, который называется «За и против». В этой студии встречаются кандидаты в депутаты Верховной Рады Украины. Сегодня гостями нашей студии являются Ольга Русева, кандидат в депутаты Верховной Рады Украины по 134 округу и Алексей Гончаренко, кандидат в депутаты Верховной Рады Украины по 133 округу. Добрый день, я приветствую вас в нашей студии. Формат нашей программы – это «За и против». Множество государственных, окологосударственных и местных проблем волнуют каждого из нас. Давайте мы обсудим то, что наиболее на слуху сегодня и волнует многих. Я так думаю, что следует начать с такого вопроса, как вопрос о земле. Депутаты 6-го созыва не проголосовали окончательно. То ли не хватило мужества, то ли действительно землю продавать нельзя. Что думаете об этом вы, уважаемые гости? Я начну. Хорошо. Вопрос о земле, он лоббируется уже, ну, наверное, с 2004 года. Конструктивным является то, что не подготовлены ряд законов, которые являются инструментами для этого закона о земле. Должен быть создан банк земельный. Он принят, но технически он не решен. Буквально два года назад мы убивали, спорили по поводу реестра прав собственности, что не должно быть отдельной регистрации в МБТИ и не должно быть отдельной регистрации в земельных ресурсах. Приняли закон о реестре прав собственности как едином. Механизм не работает. Мы год сидим сейчас с невыполненным механизмом, структура не разрешена с нового года. Он уже будет в действии, будет уже работать этот комитет, они уже получают ключи. Но фактически по-прежнему функции МБТИ сохраняются как технические, так и регистрации первичной права собственности на строение. И сохраняются функции земельных ресурсов. То есть конфликт опять интересов. Иначе говоря, судьба этого закона аналогична многим другим законам. Нет, не прописан механизм и по всей вероятности не выделено финансирование. Когда не прописан четкий механизм, оно позволяет все время лево или право двигаться чиновнику. А значит зарабатывать на нечетких прописанных процедурах деньги. Спасибо. Что вы скажете? Я скажу, во-первых, что меня умиляют наши политики, депутаты, которые специалисты во всем. Безусловно, я как человек, который работает в городе Одессе и был депутатом городского совета, домоблсовета, но от города Одесса. Мне ближе вопросы жилищно-коммунального хозяйства, правоохранения, образования и прочее. Говоря конкретно о вопросе рынка земли, если говорить о принципиальном подходе, то мой подход следующий. Нам нужна честность перед самими собой. Мы сегодня говорим, что у нас нет купли-продажи земли. Но разве это правда? Разве у нас ее нет? Разве нет схем, когда давали в кредит под залог, и дарение, и наследство, и решение судов, и прочее, и прочее, и прочее. Разве тысячи гектаров земли сегодня не отчуждены? Отчуждены. Значит, сегодня мы просто пытаемся кого-то обмануть. Даю разделать то, что есть де-факто. Да, мы пытаемся кого-то обмануть, сказать, что у нас нет продажи земли. У нас продажа земли есть, она, к сожалению, и она в черном абсолютно происходит в варианте. Я считаю, что наша задача, как государство и общественные деятели, чтобы у нас все происходило в белую, в открытую, по понятным правилам игры. Это всегда лучше, чем что-то, что происходит вот здесь, из-под полы. Поэтому моя точка зрения, нам необходимо принимать законы и действительно создавать механизмы, касающиеся и земельного кадастр, и земельного банков. Мы должны обязательно дать возможность нашим крестьянам, чтобы у них появилось право на эту землю. Чтобы не получилось так, что у нас вся земля в Украине будет принадлежать 5, 7, 10 семьям. И тогда, мне кажется, это обернется просто социальной катастрофой. Надо понимать, я последний, что в Украине село и сельское хозяйство – это не отрасль экономики, это способ жизни людей. Это две разные вещи. И поэтому мы должны максимально бережно подходить с точки зрения людей, которые живут на земле и трудятся. А не кажется ли вам, что мы сейчас так или иначе касаемся вопросов в целом собственности? Мы проповедуем право собственности как святое. Мы практически англичане в этом смысле. Но это касается собственности, как вы сказали, 50 семей. Как только дело касается собственника малого или среднего, если его можно так назвать, то очень легко мы переходим в разряд таких понятий, как рейдерство, которое хорошо нам знакомо. Не может ли рынок земли в условиях столь несовершенных просто-напросто действительно отойти? То, что сейчас происходит, это действительно момент, когда хотят обелить этот рынок земли. Да, он действительно существует ранее, а в черном варианте. О том, что специалистами бывают депутаты во всех отраслях, я каждый год прохожу полностью курсы по земельным отношениям, поскольку это касается моей юридической деятельности. И я могу сказать, что как продавалась она, так и будет продаваться. И навряд ли мы сейчас защищаем интересы крестьян, выставляя так, что собственники земельных участков, нехорошо мы говорим крестьяне, да, фермеры. А какие они сейчас крестьяне? Это фермеры, которые выполняют, как правило, люди, которые получали на дело, это пожилые люди. Они уже передали, перепродали. По черному множество в аренде земля. Земельные участки на 49 лет в аренде. Это что, не изменение собственности? Выйдет рынок земли, точно так же выйдет. Он уже не будет фермером, когда это закон... Фермер — это человек, который работает на ферме. Нет, фермер — это человек, который владеет определенными актами земли. Мы говорим о том, что очень много людей, которые сегодня получили вот эти акты, да, и нарезы, и наделы, уже фактически не владеют и... Они не работают на ней, они не работают на ней много лет. Они это передают в аренду неким организациям, компаниям, которые эксплуатируют эту землю. Платят им арендную плату часто... Ничтожную. В натуральном выражении. То есть мукой, картошкой и так далее. Которую они сами должны где-то реализовать, чтобы перевести это в деньги. Иначе вы хотите сказать, что народу нашему вообще, ну, большей части ничего не нужно. Вот мы сейчас ориентированы на городское население. Да. И городское население, которое слушает, как только рынок сельхоз, только рынок земли, они отключаются, говорят, мы уже свои заводы поделили, а это вопрос крестьян, которые не поделили землю. Ничего подобного. Если мы сейчас не поддержим село, то у нас однозначно проще поддержать своих, чтобы прокормить город. Но этот же производитель сельхозпродукции даже не имеет нормального выхода в город. Если бы у нас на тех же привозах, на тех же рынках доступ фермер имел, достаточно предоставить свидетельство своего фермерского регистрации, фермерского хозяйства, и что ты происхождение своей продукции на этом фермерском хозяйстве, вот, пожалуйста, на льготных условиях предоставляй себе на рынке. Сразу же возникнет вопрос понижения цен на рынках. А там сегодня сидят перекупщики, и это будет продолжаться точно так же, как перепродают аренду, точно так же перепродают и продукты. Давайте я хочу связать, знаете, действительно вопросы. Давайте мы перейдем к городским проблемам. А вот я хочу, чтобы мы перешли к ним, а не перепрыгнули. Вот таким мостиком я вам приведу пример. В киевском районе города Одесса, от которого я имею честь быть выдвинутым партией регионов в парламент, есть такой завод Одесса Авиарем Сервис, по-старому авиационный завод, на котором, на самом деле, это одно из самых крупных на сегодняшний день, старейших, самых крупных одесских работающих промышленных, производственных предприятий. И это большое предприятие, на котором работает много людей, речь идет о сотнях людей, которые там работают, и оно достаточно эффективно работает, кстати, находясь в государственной собственности. Так вот, на этом предприятии разработали проект самолета, так называемый фермер, для сельской авиации. Вот мы сейчас говорим о сельском хозяйстве, Но ведь ключевой вопрос, о котором мы должны сегодня говорить, об эффективности сельского хозяйства в Украине. Почему мы на своих знаменитых на весь мир черноземах, или на своей почве, на своими традициями, имеем урожаев в 3-4 раза меньше, чем в Германии на их почвах, которые намного хуже и так далее, и так далее. Почему? Сегодня Украина отстает в технологиях, очень серьезно. Мы потеряли полностью ирригацию, то есть орошение. Это знают все. В Советском Союзе на юге Украины была создана система ирригации. Сегодня она потеряна. Мы потеряли сельскую авиацию. Селекционный институт. Слава Богу, мы его еще не потеряли. А там осталось. Да, но он есть, но мы сегодня потеряли у нас сельской авиации. И вот вам мостик, пожалуйста. Сегодня государство... Может ли фермер, о котором мы говорим, купить себе самолет для сельской авиации? Не может. Это очевидный ответ. И вот вам роль государства и роль народного депутата. Что должно быть сделано? Должна быть профинансирована государственная программа создания сельской авиации на базе украинских предприятий. Не закупать их в Венгрии, Китае, еще в какой-то стране, а в Украине. Тем самым мы повысим производительность нашего сельского хозяйства. А это единственный путь к снижению цены. Нам диктует экономика. Как мы можем снизить цену? Только повысив предложение. Других способов нет. А теперь в Аминтерновском районе именно для этих самолетов разрабатывали возможность организации площадки. Так вопрос нерешенности по земельным участкам, по земельному законодательству не позволил. Вроде бы фермерское хозяйство разрешает там организовать для сельхозтехники. А самолеты можно тоже к сельхозтехнике приуровнять, если специализированные самолеты. Однако райадминистрация и несовершенство этого закона, райадминистрация готова идти навстречу, но несовершенство земельного кодекса не позволяет выйти из категории земли или обустроить вот эту всего лишь полосу, там немного занимается земельного участка, там где-то порядка 10 гектар на все взлетное поле. Отрабатывали это. Это нереально частному бизнесу сегодня это реализовать. Хотя бы фермерские хозяйства, более пяти объединились бы для этого участия. Невозможно. Обратите, пожалуйста, внимание. Мы говорим о несовершенстве законодательства. Мы говорим о том, что не разрабатываются механизмы внедрения этого законодательства. Мы говорим, что, как всегда, не хватает финансирования под реализацию того или другого закона. И сейчас еще Алексей произнес слово «государственная программа». Если мы припомним законотворчество наших депутатов, предыдущих созывов, то это действительно творчество. Если мы реестр программ посмотрим, то, наверное, по любому вопросу нашего существования такая программа государственная существует. И не выполняется. Скажите мне, пожалуйста, какой выход из замкнутого круга? Как выскочить и начать выполнять? Что вы планируете делать? Как вы два человека из 450 готовы будете пробудить эту спящую массу для действия? Вы знаете, мне тоже умиляют разговоры, что 29 октября все заколосится, масса пробудится, вернется лето, будет зарплата по 1000 евро, пенсия по 500, ну и так далее. Это ерунда, все полное. Каждый человек может сделать какой-то свой объем работы. Вот я собираюсь сделать и добиться того, чтобы был заказ государственный на сельскую авиацию через Одесский авиационный завод. Тем самым мы получим рабочие места в Одессе, конкретно в моем избирательном округе, мы получим сельскую авиацию, мы получим повышение эффективности сельского хозяйства и как следствие хотя бы сдерживание цены, а может даже и снижение на некоторые группы продуктов. Вот задача, которая сегодня стоит, которую можно решить. Почему? Потому что, слава богу, сохранено это государственное предприятие, авиационный завод. Тут у меня сразу к вам вопрос. Я очень часто сталкиваюсь с фразой, что государственный неэффективный собственник. Это неправда. Слушая вас, докажите. Ну, давайте я свою точку зрения, Ольга, может быть, другая точка зрения. Я считаю, что государство может быть эффективным собственником. Более того, ответ на этот вопрос дан в самых капиталистических странах мира. В Вене, например, есть самый серьезный речной порт на Дунае и, наверное, Европы. Вы, может быть, улыбнетесь и удивитесь, он муниципальный, он даже не государственный. Он принадлежит городу Вене и прекрасно работает. Это Вена, это Австрия, это капиталистическая страна с огромными традициями. Таким образом, когда мы говорим, что государственная форма собственности не должна быть вообще, она неэффективна, это неправда. И мы можем увидеть простой пример. Пожалуйста, Одесский припортовый завод. Берем его систему безопасности. Совершенно уникальная система, акустика эмиссионного анализа. Ноу-хау украинская. Берем любой частный завод химический в Украине, любой. Черкассы, Северодонецк, Ровно, любой. И эта система допотопная. Я вам просто один... А кадровая политика. Разрешите пример. Просто пример вам, как они проверяют целостность хранилищ своих, аммиачных хранилищ. Значит, на частном предприятии раз в полгода емкость освобождают от аммиака и запускают человека с фонариком, который светит и смотрит, а нет ли трещины или дырки. А теперь что происходит в Одессе? Стоят датчики, которые позволяют выявить трещину размером от одного микрон, одной миллионной части метра. И в режиме реального времени информация идет на диспетчерскую завода и в институт Патона в Киеве. Знаете, все, что замечательно создано в государственной собственности, действительно создано до 90-х годов. Город Южный был построен как социальный город, обеспечивающий припортовые данные. Та система, о которой я говорю, была создана не в 90-х и не до 90-х, а была создана в конце 90-х, начале 2000-х. Но на тот момент, когда руководитель является государственного предприятия социально ответственным человеком, а не фактически собственником, который формально пришел в государственное предприятие и зарабатывает сам на себя. И сегодня не секрет, что государственные предприятия определяются, кто будет руководить со сменой власти, правильно? Следовательно, у государства есть проблема в кадровой политике? Однозначно, потому что законопроекты, мы все время сталкиваемся с законопроектами и их реализацией. Почему? Или это мечтателями создано, или все-таки не работает система профессионалов. Должны работать над любым законопроектом экономисты, политологи, в том числе юристы. Это целый комплекс комиссий. Если посмотришь, какие рекомендации выносят каждому законопроекту, я считаю, что принципиально важным, что каждый законопроект должен проходить общественный контроль. То есть люди, которые на своей шкуре, в этом направлении, профессионалы, и испытывают как сектор рынка. Вот мы возвращаемся к рынку земли, вот сказали, да, государственная собственность. А можно мы об общественном контроле? Подождите, а я не об общественном контроле хочу сказать. Я хочу сказать, что, подождите, но мы делаем то, что мы визави, мне кажется, не совсем точно дает информацию сейчас, говоря о том, что меняется в государственных предприятиях менеджмент со сменой власти. Мы говорили, пожалуйста, Одесский припортовый завод, Валерий Горбатко, он работает много лет, мы менялись президенты, премьер-министры, все по много раз, он не менялся. Это эффективный руководитель. Пожалуйста, Юхачев, Одесский авиационный завод, тот же самый авиаремсервис советский, о котором мы говорим, он много-много лет руководит этим предприятием. Чуть ли не всю неизвестность. Почему исключение? Почему исключение? На серьезных предприятиях, там, где человек демонстрирует свою эффективность, скажите мне, какой нормальный государственный деятель, политик, который в результате выборов пришел к власти, будет ломать работающее предприятие? Не буду называть фамилии, но тем не менее мы знаем премьер Одесского порта. Подождите, Павлюк... И порт Южный, порт Южный. Подождите секундочку, давайте об Одесском порту. Павлюк 85-го года был, когда мне было 5 лет на тот момент, сегодня мне 32, он в 85-м году стал начальником порта. И является фактически и сегодня, если вы зайдете в приемную начальника Одесского порта, напротив кабинет, почетный председатель Одесского порта Николай Пантельмонович Павлюк. И он сегодня оказывает влияние на работу порта. А зачем надо было создавать внутреннюю структуру еще Одесскому порту? Какое оно значит? А там создали еще отдельно по пассажирскому порту. То есть уже не комплексно Одесский порт, а есть еще администрация пассажирского порта. То есть сегодня любой арендатор, который... Мы сейчас уходим в сторону, у меня к вам следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь в принципе к статье 5, о том, где говорится Конституция Украины, где говорится о том, что власть в этой стране принадлежит народу? Не кажется ли вам, что это самая принадлежащая народу власть? Чересчур делегирована. И сегодня истинного народовластия не происходит. Я имею в виду закон о референдуме. Вот вы как кандидаты, что вы скажете, скажем, по вопросам будирования этого законопроекта? Мне не надо говорить взагали, потому что я был одним из тех экспертов, который Минюст приглашал к разработке новой редакции закона о референдуме, в том числе о местных референдумах. Более того, мы предложение попали в Кабминовский вариант, который был передан Верховной Раде, но, правда, там Верховная Рада и застрял. И вот этот вопрос, конечно, нужно доводить до конца. Сегодня мы имеем просто абсурдную ситуацию, когда в Украине на 22-м году ее существования, на 23-м уже, не, на 22-м году ее существования, мы имеем действующие законы о референдуме в редакции Украинской Советской Социалистической Республики, которая, например, определяет, что если мы хотим отозвать, например, мэра города, то человек, который должен зарегистрировать инициативные группы и последнее распоряжение о проведении референдума подписать, это мэр города. Ну абсурд. Поэтому за 21 год ни одного референдума. Высшая форма демократии, что вы скажете? Безусловно, поддерживала всегда возможности местного референдума. Единственный вопрос остается, кому это проводить, поскольку народа власти. Народ ощущает, он не ощущает себя даже в сознании собственником и возможностью менять власть. Вот давайте посмотрим. Большинство избирателей, которые у нас присутствуют, на одного работающего более двух иждивенцев. Это могут быть и дети, это могут быть и пенсионеры. Дети у нас не голосуют, фактически из работающего населения выходит голосовать не 100%, а по факту у нас не работающее население, именно иждивенцы, работающего населения, не в плохом смысле. А им достаточно, они говорят, мы хотим жить, и чтобы нам достаточно было пройти от кухни до туалета, и от туалета до кухни. Он не думает о том, как работающему человеку в этот момент выживать. — Скажите, пожалуйста, это аморфное сознание… — Да, я думаю, что это сознание. — …нуточку, она искусственно привнесена и взращена, или это действительно аморфное сознание? — Это исторически сложившееся аморфное сознание, поскольку у нас то крепостное право. Пока пришли декабристы, к моменту совершения революции прошло 100 лет. Сейчас, когда 70 лет была власть народа, и было осознание того, что для нас всё решат и для нас всё сделают, ментальность этих людей, взрослых в этом сознании, немгновенно возможно поменять. — То есть причастность для них не допустима? — Ну, моё обращение. Наверное, люди, которые пенсионеры, возрастные люди, вы скорее прислушаетесь не то, что вам говорят с телевизора, а прислушаетесь к тому, что обсуждают и говорят более молодые члены вашей семьи, которые работают, которым выживать в этой структуре, и которым необходимы механизмы, чтобы в дальнейшем и вас обеспечивать. — Дайте мне высказать свою точку зрения, но я не буду уходить сейчас в декабристов. Я могу вам сказать одно, что мы должны очень, знаете, как-то жёстко следить за всей этой ситуацией, что у нас уже сегодня появляются фантастические идеи. Официальное доверенное лицо другого кандидата по 133 округу Игоря Маркова, я говорю об Анатолии Вассермане, например, предложил вообще отменить пенсию. То есть команда кандидатов в народные депутаты предлагает отменить пенсионное обеспечение как способ решения демографической проблемы. Дословно они говорят следующее, что каждый человек должен понимать, что прокормить его в старости и нетрудоспособности способны только его дети. Это мы пришли в 21 веке. У нас этот эксперимент уже поставил Туркмен Баши в Туркменистане. — В Грузии это... — Кончилось... — Подождите, это сделал Туркмен Баши, в Грузии это в полной мере не сделано. Это сделал Туркмен Баши в Туркменистане, кончилось самоубийствами пожилых людей и голодом пожилых людей. Вот и всё. Поэтому сегодня, когда мы говорим, и часто звучит у нас, вот, но ведь это не проблема пожилых людей, что они голосуют лучше, чем голосуют более молодые люди. Да, люди работают, но это, извините, с моей точки зрения, это не является поводом не голосовать. В воскресный день большинство из них не работает. Избирательные участки находятся возле дома. Для того, чтобы проголосовать, надо 20 минут времени. Можно найти 20 минут времени раз в несколько лет, чтобы хотя бы здесь быть как гражданином. Да, я в осознании, а я в проценте голосующих. Я категорически за то, что пенсионер, чем старше, тем больше получал пенсию. Потому что он свою пенсию получил до 90-х годов, когда накапливал то состояние страны и то имущество страны, которое в дальнейшем было разворовано, растаскано. И те же магистральные сети, те же, то, что эксплуатируется по полным порядкам, уже другими совсем структурами. Они накопили свою пенсию. Как они могут попасть и в накопительную, или в какую-то другую систему? Подождите, есть очень важный вопрос. Сейчас же мы говорим о другом. Подождите, есть сейчас очень важный вопрос. В моей программе просто стоит поднять пенсии людям старше 70-80-90 лет. За счет чего? За счет того, что остальные пенсии все должны быть четко сформированы на общих основаниях. Никаких должны быть особых привилегий. Ни депутатам, ни чиновникам. То есть все идут на общих основаниях. Общая система пенсионного образования. А вы зачем идете в депутаты? Ну я же не иду зарабатывать себе с пенсией. Извините, у меня более 15 лет преподавательского стажа. Преподавательский стаж очень отлично откладывается на пенсии. Может быть, я сейчас об этом не думаю. И вопрос накопления. Мне сейчас важно подумать о тех людях, которые не защищены, которые внутри нашей системы. Семьи в той же находятся. Я каждый месяц плачу четко налоги, которые превышают у меня еще содержание в семье пенсионеров. Я позволю себе не согласиться. Я думаю все-таки, что пенсия мы не можем. Я вообще к любому делению по цвету кожи, возрасту, полу. Она единая должна быть. Она должна быть единая система. И человек, которому 80 лет, и человек, который только вышел на пенсию, имеет право одинаковое на пенсию, если мы говорим об общегосударственной системе, солидарной системе пенсионного обеспечения. И нельзя здесь делить людей. Зачем же тогда проголосовали за накопительную систему? Мне кажется, наша передача нас слушает. Очень важно нам сегодня, за две недели до выборов, каждый день говорить молодым людям из среднего возраста, идите, голосуйте. Идите, голосуйте. Кажется, маленькое действие, но с него начинается гражданин. Если человек не проголосовал, все. Потому что, извините, две минуты, одну минуту. Ты проголосовав, дал кредит доверия кому-то, и у тебя появляется внутреннее право требовать от этого человека. Если ты самоустранился от выборов, то ты даже уже требовать не можешь внутри самого себя. Поэтому мы должны говорить, идите на выборы, идите на выборы. И примером должно быть старшее поколение, которое идет на выборы. И могут спокойно идти и молодые, и средний возраст. А я вернусь к вопросу, который вам изначально задала. Скажите, пожалуйста, хотели бы вы, чтобы население Украины принимало участие в законотворчестве, в инициации этих законов и в промежутке, в тот момент, когда вы будете находиться в Верховной Раде. Даете ли вы им карт-бланш для того, чтобы они этим занимались? Будете ли вы... Это общественный контроль. То, что мы говорили давно о общественных организациях. Сегодня есть уже общественная инициатива в различных законопроектах, которые уже вошли при поддержке депутатов. Общественная инициатива. Но когда создается уже готовый продукт, уже готов к принятию закон, который до этого рассматривался в законопроекте, я считаю, что необходимо общественные организации, связанные с этим направлением... Ну, допустим, если касается здравоохранения, то однозначно такие общественные организации, как поддержка людей, болеющих раком, поддержка общественной организации, поддержка людей, болеющих СПИДом, там, где нерешенные вопросы, чтобы они просмотрели, насколько механизм не завуалирован, а чётко отработан по реальной поддержке и возможности реализовать помощь этих же фондов. Это вообще вопиющий факт. Давайте я, подождите, отвечу на ваш вопрос. Да. Потому что не то, что я готов в будущем, когда-то, как-то. Сегодня на моём сайте Гончаренко.ua выложены проекты законов, которые я, как народный депутат, буду вносить на рассмотрение парламента. И я вам хочу сказать, да, это законы, связанные с жилищно-коммунальной сферой. Контроль в системе ЖКХ со стороны потребителей, акты выполненных работ и прочее, учёт по домовой. А наконец-то убрать совершенно фантастическую норму о том, что человек платит, например, за воду и должен ещё оплатить по верху счётчика. Всё равно как на бензоколонке. Нам за бензин возьмут и за работу колонки, которая отсчитала. Ну, это отмена отопления, платы за отопление летом и прочее, прочее. Есть конкретные законодательные акты, которые там расписаны. И люди могут, и, кстати, уже есть люди, которые дают дополнение к этим, могут высказать свою точку зрения, поддержку-неподдержку или уточнение изменения. Поэтому не нужно доливаться. Заходите на сайт. А мнением множества общественных организаций участвовало в разработке проекта «Защита прав потребителей финансовых услуг». И мы выложили это на сайте «Антирейд». И максимально поддерживаем его. Если не будет поддержан этот закон, однозначно вопрос коммунальных услуг, мы не можем, не только акты выполненных работ, мы не можем защитить права тех, кто оплатил и не получил как потребитель. У нас вопрос защиты прав потребителей сегодня нивелирован, потому что там присутствуют, как чиновники, а не общественные организации и потребители этих услуг, которые с этим сталкиваются. И возвращаю вас еще раз к тому вопросу, с которого начинала. Мы свято верим в частную собственность, но частную собственность единиц. И совершенно не уважаем гражданские свободы и право меня, вас, вас на свою частную собственность. Разве это не наши жилищно-коммунальные услуги? Конечно. Разве это не рынок земли? Разве это не наша гражданская позиция, которую мы представляем? Я хочу предоставить каждому из вас по заключительному слову с тем, чтобы вы обратились к гражданам Одессы либо с вопросами друг к другу, либо со своими предложениями. Без прямой агитации. Я должна начать опять? Пожалуйста, вопрос, Алексей. Я все-таки, Алексея, хотела бы спросить по вопросам здравоохранения. Поскольку это одно из направлений, которые вы, как депутат облсовета, курируете, вопрос реформа здравоохранения. Лев Карчинский сказал, что самое большое беспокойство у власти, я стал получать и угрозы, только когда занялся прямыми реформами якобы бесплатного здравоохранения и якобы бесплатного образования. Мы к реформе здравоохранения даже боимся подойти. Нужна ли она? И с какой стороны к ней подходить? Сколько у меня есть времени? Говорите. На самом деле, тема всеобъемлющая. Ей нужно посвятить целую передачу. Я закончил Одесский медицинский университет, работал на скорой помощи. Сферу здравоохранения знаю изнутри и очень серьезно и глубоко. Я могу однозначно сказать следующее, что с одной стороны, у нас действительно там масса проблем, с другой стороны, они не настолько критичны, как нам это пытаются нарисовать. Страхование полностью не решит. Это действительно один из способов решения проблем, но не единственный. Если мы говорим о здравоохранении, моя позиция следующая. Первое. Государство должно наконец-то... Вот правда. Вот надо говорить правду, как мы говорили о рынке земли. Государство должно сказать, мы сегодня в состоянии профинансировать вот это. То есть государство должно закупать у медицинского учреждения, простите, может это прозвучить, там 500 аппендицитов, то есть операционных вмешательств в случае аппендицита. То есть оплатить их, которые есть в себе стоимость, и сказать человеку, сегодня мы, как городская власть или как государство, обещаем, что каждый человек в стране может получить операционное вмешательство, родовспоможение, неотложную помощь в случае, ну, скорая помощь и так далее. Вот эти услуги мы можем полностью оплатить. Если вы хотите пластическую хирургию, там часть стоматологии и прочее, прочее, это платно, и вот цена. И эта цена должна быть посчитана, не должно быть разговоров о том, что нам что-то дали, а что-то не дали. Мы любим Дельту. Мы любим Дельту. Безусловно. Поэтому, как я заканчиваю свою мысль, я могу сказать, сегодня нам от государства нужен честный подход в отношении пациента и в отношении врача. Потому что, когда сегодня у нас главными коррупционерами в стране стали врачи и учителя, а так говорят, я с этим категорически не согласен, но когда мы слышим о коррупции, главное, там за 200 долларов взяли, здесь, то есть это самая страшная коррупция в стране, в которой врач взял 200 долларов. Поэтому меня это оскорбляет, меня это убивает. Я считаю, что мы подставили врача под пациента, мы подставили учителя под родителей, потому что мы не обеспечили их ничем, заставляем их работать в системе координат, не существующей в принципе. Мы финансируем не некие услуги и не работы медучреждения, а его существование как таковое. Это неправильный подход. Я предложила в рамках этого социальную карту создать, чтобы каждый человек имел на какой-то минимальный набор вот этих услуг. Если говорить о том, как эта система здравоохранения работает в других странах, и которую нам систему нивелируют, тоже сюда навязывают, это со страхованием, то пока мы не решим вопрос защиты прав людей, когда заключают страховые полисы, очень много случаев, когда они не выплачиваются. А это превратится тогда в формальную гражданскую ответственность по автомобилям. Чистый формализм. Спасибо. Ваш Алексей, вопрос Ольги. А должен быть вопрос, сказали обращение? Пожалуйста, лучше, конечно, вопрос. А, лучше вопрос. Ну, на самом деле, мы с Ольгой находимся в разных избирательных округах, и поэтому мне приятно, что наши женщины двигаются. Я знаю Ольгу очень давно, и на самом деле она специалист. Есть действительно в целом ряде вопросов. Не знаю, какой задать вопрос. Я думаю, что по многим направлениям мы с ней и так обсуждаем наши позиции, и мы плюс-минус понимаем наше взаимодействие. Ну, и тогда, наверное, такой единственный вопрос. Вы идете с самовыдвиженцем. Да. Как вы видите, все-таки в парламенте ни одно решение не принимается одним народным депутатом. Для того, чтобы принять любое решение, нужно 226 голосов. Как вы видите свою роль в роли самовыдвиженца, если вы будете избранным? Я умею, вот я работала, допустим, в Совете Акционеров, когда представляла какой-то проект. Вот я ассоциирую где-то, это депутатский корпус с Советом Директоров. И вынося какой-то проект на Совет Директоров, до этого, получая обсуждение, и как профессионал, отрабатывая и оттачивая этот вопрос, работая с возражениями, получая, да, однозначно, производство, если нуждается, а мы будем говорить, народ Украины нуждается в этом проблеме, и общество инициирует это, то даже когда существуют конфликтующие блоки, можно управленческим путем урегулировать, а существенную часть поддержать общественной инициативой. И я сейчас, независимо от того, как обыкновенный общественный деятель, не депутат. Я все время занимаюсь тем, что вношу инициативы общественные в законопроекты, максимально организовываю общественную поддержку этим законопроектам и стараюсь, чтобы эти моменты вошли в те проекты законов, которые рассматриваются. И уже есть успешные результаты. Спасибо. Уважаемые одесситы, я хочу сказать, что до сегодняшнего дня мы жили в отсутствии парламентского одесского лобби. Не были никогда депутаты Одесской области едины. И интересы нашего региона, к сожалению, вместе не отстаивали. Хочется верить, что новые кандидаты, ставшие депутатами, все-таки будут помнить о своем родном регионе. И этот регион действительно сделают достойным регионом для жизни. Будьте с нами. За и против. Разные точки зрения. Я хочу еще раз напомнить, что сегодня в нашей студии была Ольга Русева, самовыдвижение по 134 округу и Алексей Гончаренко. От тоже самовыдвижение. Нет, кандидат от партии региона. По 133 округу. Киевский и Малиновский районы. Будьте с нами. До свидания.